Добрый вечер, в эфире Баку-ТВ РУС. Новости на русском, в студии Сара Гамзаева. Вначале коротко о главном. 2023 год был успешным с точки зрения результатов экономического сотрудничества между Азербайджанами и России. Президент Ильфам Алиев обсудил с Алексеем Аверчуком новые направления сотрудничества. Искажение фактов верховным представителям Евросоюза является пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана, а угрожающая риторика – ярким примером двойных стандартов. Айханга Джезаде ответил Жузеппу Борелю. В Лондоне предотвратили очередную антиазербайджанскую провокацию. Какие планы были у баронессы Кокс и армянской диаспоры? Сегодня в выпуске. 2023 год был успешным с точки зрения результатов экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Об этом говорилось в ходе встречи президента Ильхама Алиева с заместителем председателя правительства Российской Федерации. Было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество имеет широкую повестку дня. Планируются новые направления в этой сфере. 23 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя межправительственной комиссии Алексея Аверчука. На встрече было отмечено, что 2023 год был успешным с точки зрения результатов экономического сотрудничества между двумя странами. С удовлетворением были упомянуты контакты президента в Азербайджане и России в рамках неофициальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. В ходе беседы было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество имеет широкую повестку дня. Планируются новые направления в этой сфере. Как хороший показатель двустороннего сотрудничества был оценён продолжительный рост товара оборота в 17,5%, а также грузовых и транзитных перевозок. Была подчеркнута важность подписания дорожной карты на 2024-2026 годы по основным направлениям развития Азербайджана российского сотрудничества. Было отмечено, что визит Алексея Аверчука послужит расширению двусторонних связей. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам транспорта и логистики, продвижение транспортного коридора «Север-Юг». ЦИК Азербайджана предупредил желающих наблюдать за предстоящими в стране внеочередными президентскими выборами. Срок подачи заявок истекает. Соответствующая процедура должна завершиться уже к 28 января. Так, граждане Азербайджана, обладающие активным избирательным правом, международные наблюдатели, начиная со дня назначения выборов и за 10 дней до их проведения, должны представить в ЦИК заявление о наблюдении за выборами на всей территории Азербайджана. Продолжаем выпуск. Глава евродипломатии Жозеп Боррель продолжает нападки на Азербайджан. В своем последнем заявлении он подчеркнул, что ЕС выражает солидарность с Францией в связи с высылкой дипломатов. Боррель отметил, что почему-то Азербайджану, а не нарушающие трехсторонние заявления Армении, необходимо вернуться к предметным переговорам о мире. Упомянул некие территориальные, никогда не существовавшие претензии со стороны Баку и даже попытался пригрозить в случае, как он выразился, нарушение территориальной целостности Армении. На необоснованные обвинения и угрозы Жозепа Борреля в адрес Азербайджана ответил представитель МИД Айхан Гаджизаде. Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, выдвинутые Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на пресс-конференции по итогам заседания Совета по международным отношениям 22 января. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Вопиющее искажение фактов Верховным представителям ЕС является пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана. А такая угрожающая риторика является ярким примером двойных стандартов, еще больше обостряющих отношения между Азербайджаном и ЕС. Полностью исказив высказывание президента Азербайджана об исторических фактах, связанных с территориями Азербайджана и Армении, глава евродипломатии провоцирует милитаристскую и агрессивную политику в отношении Азербайджана. Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, предпринятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией. Кроме того, заявление представителей ЕС о солидарности с Францией в связи с выдворением азербайджанских дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий выдворенных из Азербайджана французских дипломатов. Такое предвзятое заявление, наряду с игнорированием необоснованных мер против азербайджанских дипломатов во Франции, демонстрирует, как некоторые государства, открыто пренебрегающие всеми правилами и инструкциями дипломатической этики, отказывающие проводить расследования по делу, оказывают негативное влияние на эту структуру. «Азербайджан, будучи вверенным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам и попытке легитимизации угрожающей риторики», сказано в заявлении официального представителя МИД Азербайджана. Воздержаться от несправедливой и обвинительной риторики в адрес Азербайджана Евросоюз призвала также община с западным Азербайджаном. Вызывает сожаление, что представитель структуры, которая на протяжении почти 30 лет ни разу не обмолвилась о факте оккупации Армении и азербайджанских земель, занимает предвзятую позицию в отношении Азербайджана, заявила спикер общины Ульвия Зульфигар. Верховный представитель Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Баррель продолжает выступать с клеветническими заявлениями в адрес Азербайджана. Эти заявления еще раз доказывают, что Европейский союз не занимает нейтральную позицию в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вызывает сожаление, что представитель структуры, которая на протяжении почти 30 лет ни разу не обмолвилась о факте оккупации Армении и азербайджанских земель, занимает предвзятую позицию в отношении Азербайджана. При таких обстоятельствах у посреднической миссии ЕС не остается никаких шансов. Представитель международной организации, которая озвучивает желание внести свой вклад в мирный процесс в качестве посредника, выступает с заявлением полным угроз в адрес одной из сторон, что несовместимо с принципом посредничества. Община Западного Азербайджана еще раз призывает ЕС отказаться от несправедливой и обвинительной риторики в адрес Азербайджана. Оспаривание полномочий делегации Азербайджана в парламентской ассамблее Совета Европы не будет иметь положительные последствия для самой организации. Об этом заявил член украинской делегации в ПАСС Алексей Гончаренко. Он пояснил, что решение будет принято сначала мониторинговым комитетом, а затем окончательно утверждено на заседании ассамблеи. Главным аргументом против Азербайджана является то, что страна якобы не пригласила миссию для наблюдения за президентскими выборами, назначенными на начало февраля. В Лондоне удалось предотвратить очередную антиазербайджанскую провокацию баронессы Каролины Кокс и армянской диаспоры. Общество азербайджанцев в Британии добилось отмены проармянского мероприятия. Азербайджанская община, действующая в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, предотвратила очередную провокацию армянской диаспоры и ее покровителей. Об этом сообщили в Госкомитете по делам диаспоры. Так, председатель общества азербайджанцев Британии Фаррида Панахова сказала, что в знаменитом Карлтон Клаб в центре Лондона 5 февраля планировалось антиазербайджанское мероприятие. Его организатором должна была стать небезызвестная баронесса Каролина Кокс, известная своей проармянской позицией и враждебным отношением к туркизму и исламу при поддержке лорда де Молли и посла Армении и Великобритании Воружана Нерсесяна. Узнав об этом, общество азербайджанцев Британии направило открытое письмо протеста руководству клуба от имени азербайджанской общины страны. Копия письма была разослана главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону, членам парламента, членам Палаты лордов, министру по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, главе специального комитета МИД Великобритании Алисии Кернс и руководству организации «Голос консерваторов». В открытом письме было подчеркнуто, что в период, когда Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, организация такого мероприятия явно нарушает мирные перспективы между двумя странами, что полностью противоречит позиции Великобритании, поддерживающей мир и внешней политики страны. В письме отмечено, что обвинение Азербайджана в этнических чистках, а также в якобы нанесенном ущербе гражданской инфраструктуре в Карабахе или принудительного переселения властями Азербайджана граждан армянской национальности, совершенно необоснованны и не нашли подтверждения в соответствующих документах миссии ООН и Международного комитета Красного Креста. Кроме того, было подчеркнуто, что посол Армении в Великобритании, как ни странно, был среди организаторов встречи против политики Пашиняна, отметив, что в результате продолжения необоснованных обвинений при отсутствии веских доказательств может возникнуть нежелательная ситуация, а также напомнив о прошлогоднем примере Университета Королевы Марии, председатель общества призвала руководство Карлтон-клуба отменить это предвзятое мероприятие. В официальном письме от 22 января 2024 года, адресованном председателю общества азербайджанцев Британии Фариде Панаховой от имени секретаря Карлтон-клуба Саймона Робинсона, было подтверждено, что данное мероприятие в клубе не состоится. Это еще одна победа азербайджанской диаспоры в Великобритании над армянской диаспорой и проармянски настроенными силами, подчеркнула Фариде Панахова. В городе Шерван на заводе Арас Министерство оборонной промышленности прогремел взрыв, есть пострадавшие. Согласно сообщению Министерства обороны промышленности на заводе, во время технологического процесса произошел производственный инцидент, в результате которого два сотрудника завода получили легкие травмы. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу. Оба сотрудника, получающие амбулаторное лечение, отметили, что чувствуют себя хорошо. Ранее прокуратура города выступила с заявлением. 23 января около 15.00 произошел взрыв на заводе Арас Министерства оборонной промышленности Азербайджанской республики, расположенном в городе Шерван. Как сообщили в городской прокуратуре Шервана, установлено, что в результате инцидента три человека Бабаев Эльчинджан Гироглу, 92-го года рождения, Мурадов Исмаил Интегамоглу, 2001-го года рождения, и Иманов Мухаммед Ильхамоглу, 99-го года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, выполняются другие необходимые процессуальные действия. По предварительной информации, причиной стало случайное повреждение 120-мм минометного снаряда в одном из цехов завода. По факту взрыва в прокуратуре города Шерван ведется расследование. Будет предоставлена дополнительная информация. Это были все новости к этому часу. А вы, дорогие зрители, можете обратиться на нашу горячую линию по темам, которые вас интересуют и волнуют. Также пишите на наши аккаунты в социальных сетях. Выбирай частоты, которые видите на экране, следите за нами в Европе и Азии через спутник Азерспейс. Также смотрите нас на кабельном 10-м канале на Астелеком, Бактелеком и Ситинет, кабельном 2-м канале на Коннект ТВ, на аналоговом 12-м канале и на 22-м цифровом канале КТВ, на Айля ТВ, по АйПи, на 8-м канале, на цифровом, на 17-м канале. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова